В турнире «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки» соревновались 14 команд. Участники представляют институты Владимирского госуниверситета и филиала Академии народного хозяйства. Соревнования приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На открытие состязания пригласили ветерана труда Вячеслава Гадалова. Он пожелал студентам всегда помнить о людях, которые сражались за победу. Выступление впечатлило спортсменов. Екатерина Ширманова из команды «Президентский полк» была растрогана до слез. Я считаю, что это очень круто, чтобы у нас сегодня присутствует ветеран. Это очень здорово. Он просто выступил вступительной речи. Нам это очень понравилось. Мы хотим быть похожими на них, хотим быть такими же активными, как они. Все 12 спортивных состязаний проходили в формате спортивной эстафеты. Каждой команде нужно было выполнить боевые задания быстрее и лучше других. Ребята совершили марш-бросок, передавали боеприпасы и метко стреляли по танкам. Эстафеты рассчитаны на разные группы мышц, на разные качества, которые спортсмены продемонстрируют во время эстафет. Ну и, конечно, хоть чуть-чуть окунуться в атмосферу армии, так скажем. Среди участников были и выпускники вузов. Ребята из команды «Старая гвардия» профессионально занимаются разными видами спорта – единоборствами, плаванием или обучают детей футболу. На турнире решили проверить свои силы и посоревноваться с ребятами помладше. В Институте физической культуры всегда есть вот этот азарт, есть доля соперничества. И когда ты приходишь, ты в любом случае хочешь победить, да, и хочешь наравне со всеми участвовать, доказать, что ты еще не старый настолько. Победители турнира наградили медалями и сладкими призами. Команда, занявшая первое место, получила кубок соревнований. Следующий турнир пройдет в мае в Загородном парке. Участников ждут испытания в туристических видах спорта. Иван Стариков, Андрей Беляков, «Губерния-33». Субтитры создавал DimaTorzok